Бузова пожаловалась на потерю голоса накануле сольного концерта и ей запретили в ближайшие 2-3 дня разговаривать. Она проходит экстренное лечение. Вы на канале Людмила Аганесян и давайте-ка разбираться, что же происходит. Певица считает, что голос удастся быстро восстановить. Ранее сообщалось, что концерт Ольги Бузовой в Волгограде, который должен был состояться 29 сентября в местном дворце спорта, отменили из-за низкого интереса потенциальных слушателей. Население просто не стало покупать билеты. А ранее еще концерт Бузовой, который должен был состояться 30 сентября в Череповце, тоже жители этого города не стали покупать билеты и не хотели знакомиться с творчеством Бузовой. Ну, извините-ка, платить деньги за то, чтобы кто-то кривлялся на сцене, а фонограмма играла. Она же не поет своим голосом, а только кривляется, а запись это фонограмма. Конечно, никто не захочет покупать билеты. Люди не дураки. Если твои, директор там, еще кто, менеджеры, команда, где ты работаешь, они записывают, вы радуетесь, что записала сольные концерты, там ролики вышли. А им все равно, есть у тебя голос или нет. Ты им за это бабки платишь. Они готовы тебя записывать сколько угодно, лишь бы ты платила. А если голоса нет, извини. Люди годами учатся, а ты распыляешься, телеведущей хочешь быть. По различным, я понимаю, работоспособность у тебя такая, ты везде, ты активная, ты везде, и в то же время ты нигде. Голос, милая моя, это тебе как Божие предупреждение. Следующий этап будет еще хуже. Так что не распыляйся. Либо ты ведущая, либо ты корпоративы ведешь, как Ксения Собчак, либо ты певица, или же актриса МХАТа. А заработать все деньги мира ты все равно не сумеешь. И тебе 35 лет. Пора уже заводиться своей семьей. Подписывайтесь на мой канал и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.